Традиционное расширенное ежемесячное совещание при главе округа началось с объявления о кадровых изменениях. Коллективы в администрации представили нового заместителя главы, начальника правового управления Оксану Валерьевну Ганьковскую. Хотелось бы высказать свое признательное за то, что мне поступило предложение работать в новой команде, соответственно, за оказанное доверие. И буду продолжать работу по защите интересов прав, законных интересов граждан Юриколючевского и испанного города. Но вас я призываю на основе взаимоуважения, продолжать конструктивный диалог, вести взаимополезное общение. Работе оперативного совещания предшествовал блок награждения, в частности, за вклад в повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления и многолетний добросовестный труд. Председатель Велькоустикской думы Сергей Капустин отмечен ценным подарком губернатора области. Я вас поздравляю с таким замечательным, скажем так, подарком. И что та работа, которую вы проводили, отмечена в рио-губернаторе Вологодской области. И надеюсь, в будущем мы с вами сделаем еще немало на благо нашего Великого Устуского и испанного. Добро пожаловать в Казахстан. Временно исполняющего обязанности губернатора Вологодской области Георгия Георгиевича Фельмонова. И на этой сессии большинство вопросов как раз поддержано, было единогласно поддержано депутатами законов, которые внес у нас временно исполняющий губернатор. Прежде всего, это, конечно, поддержка, меры поддержки граждан. Вот сегодня, 1 июля, у нас увеличение зарплат работников в бюджетной сфере, кто не попал под указы президента. Я сама как работник в бюджетной сфере могу сказать, что этого закона мы все ждали очень-очень давно. Очень важные меры поддержки у нас по таким программам, как земский доктор, молодой специалист. И вообще очень много заходит интересных проектов и программ, направленных на улучшение жизни нашего региона. Задачи временно исполняющих обязанностей стали нам всем очень амбициозные, высокие. Ритм работы, и вы сами это видите и понимаете, он ускоряется у нас с каждым днем. Но самое главное, он направлен на улучшение жизни наших детей, граждан, пожилых людей. В ходе совещания поблагодарили и тех, кто вносит большой вклад в поддержку военнослужащих в специальной военной операции, в том числе и тех, кто активно собирает гуманитарную помощь. Великогостюгский округ уже отправил в зону СВО более 250 тонн гуманитарного груза, а также более 20 высокопроходимых автомобилей. Благодарностью Стюжанам из-за ленточки зачитал военный комиссар Великогостюгского округа. Ваш пример самоотверженной и бескорестной помощи. Вера в наших военнослужащих и победы России. Является искренним патриотизмом и, надеемся, станет примером для других граждан. Ваша поддержка важна для нас. Вместе мы силы. Рабочая повестка совещания включала вопросы санитарно-эпидемиологического благополучия округа. Продолжается сезон активности клещей. Зафиксировано 443 случаи присасывания этих насекомых. Есть подозрения на два случая клещевого боррелиоза. В округе продолжается аккорицидная обработка территорий. На сегодняшний день обработаны более 185 гектаров. В преддверии открытия городского пляжа Роспотребнадзор провел контроль качества воды в водоемах округа. Результат не порадовал. Купание в Сухане в районе Великогоустюга опасно. Есть риск заражения инфекционными заболеваниями. Проводился в июне отбор исследований проб воды водного объекта, использованного для купания в районе Великогоустюга. Пляж Сухана в районе Великогоустя 1. И было установлено, что качество воды реки Сухана не соответствует техническим нормативам. По показателям интеркоки, это результат превышения интеркоков в два раза по сравнению с нормой. Пробы воды будут взяты повторно. О результатах исследований также сообщат жителям города. Одним из ключевых вопросов совещания стала подготовка к грядущему отопительному сезону. В округе работают 10 теплоснабжающих организаций. Из 39 существующих котельных к новому сезону подготовлены 10. Готовы к зиме 152 из 989 многоквартирных домов. Активно идет работа по диагностике и ремонту тепловых, водопроводных и канализационных сетей. Из местного бюджета на подготовку к отопительному сезону в этом году будет направлена рекордная сумма. В 2024 году из местного бюджета на эти цели предусмотрено 12,2 миллиона рублей. Надо сказать, что эта сумма значительно превышает даже довольно высокий показатель финансирования прошлого года, а предыдущие годы просто уже в разы. Рассказали на совещании и об оперативной обстановке в округе за минувший месяц. В этот период совершено 51 преступление. Наблюдается рост дистанционных мошенничеств и преступлений, совершенных в общественных местах. 32 человека привлечены к ответственности. Что касается происшествий с огнем, основными причинами пожаров на территории округа, становится неосторожное обращение с огнем, электротехнические причины и поджоги. Городецкому и Никольскому.